Приветствую всех вас уважаемые подписчики, а также гости моего канала. Сегодня пойдет речь об очередной интересной рыбке, которая довольно-таки редко встречается в аквариумах на территориях постсоветского пространства. Называется рыбка Лепаринус полосатый, относящаяся к семейству малоротых Харациновых. В природе обитают в Бразилии, Колумбии, Венесуэле, в бассейнах рек Амазонка и Оренока. Предпочитают держаться в реках с быстрым течением, мигрируя во времена разливов на стоячую воду. Как вы можете видеть на видео, строение тела имеет удлиненный сигарообразный вид и благодаря такой форме тела Лепаринус отлично чувствует себя в водах с сильным течением. Эдакая полосатая торпеда. Кстати, при содержании в аквариуме следует учитывать этот момент. И стоит оборудовать аквариум с сильным течением, в котором рыбки очень любят стоять напротив выхода струи воды. Это у них своего рода разминка для хвоста. Чем вообще примечательна эта рыбка? В первую очередь своей необычной красновато-оранжевой мордочкой и черно-желтым полосатым окрасом тела, делающим их похожими на осу или на азиатского гигантского шерстня. Кстати, к особенностям окраса этих рыб можно отнести и то, что будучи майком Лепаринусы окрашены всего в 5 черных полос. И примерно к годовалому возрасту раз в 6 месяцев каждая из полос начинает делиться на две части. И только уже взрослая рыба получает наборы всех своих полосок. Так сказать, награда за выслугу лет. В природе достигают размеров 30 и более сантиметров. Поэтому для содержания рекомендуется аквариум от 400 литров. И по мере роста рыбы переводить их также рекомендуется в аквариумы большего размера, где главную роль играет длина аквариума, потому как рыбка очень шустрая и должна иметь место для маневров. Также аквариум обязательно должен быть накрыт крышкой, в силу того, что Лепаринусы довольно-таки прыгучие, и выпрыгнуть им из аквариума – это как два пальца об асфальт. Содержание в аквариуме не составляет особого труда, если учитывать несколько простых моментов. Строение челюстей и губ Лепаринусов устроено для соскабливания растительных наростов, откуда следует, что растения они будут регулярно портить и уничтожать, особенно если им не будет хватать растительной пищи в регулярном рационе. Для этого их постоянно надо подкармливать листьями салата, шпината, крапивы, ряской, сушеными листьями нори. Но это не значит, что Лепаринусы исключительно веганы. В природе они отлично питаются мелкими моллюсками, рачками, червями, а также мелкой рыбой. По факту они всеядны, но основной уклон у них все же идет в растительность. Также они будут с удовольствием соскабливать различные обрастания на камнях в аквариуме. Содержать их желательно с соразмерной рыбой, потому как характер у них хоть и мирный, но такой немного шкодливый, наподобие суматранским барбусом. Сожрать никого не сожрут, а вот погонять и посмыкать за плавники могут запросто. Так, чисто из-за озорства. Поэтому оптимальными соседями могут стать различные кольчужные сомы, не агрессивные американские циклиды и другая шустрая рыба, которая, в принципе, не залипает на месте. Понятно, что это не сосед для скалярий и золотых рыбок. Специалисты рекомендуют их содержать либо в единичном экземпляре на фоне остальных рыб, или стайкой из пяти штук. Пяти и шести будет так. Для уменьшения внутривидовой агрессии. Лепаринусы очень чувствительны к креслям и скачкам температуры, и вообще изменению кислотности воды. Поэтому при подменах и резких изменениях параметров воды могут вести себя немного неадекватно, начиная носиться, как угорелые по всему аквариуму, и ударяться в различные выступы декораций. Чем могут, выражаясь скупым официальным языком сотрудников МВД, нанести себе тяжкие телесные и физические повреждения, несовместимые с жизнью? Всю необходимую информацию по параметрам воды вы без проблем найдете в интернете. К сожалению, в аквариумах лепаринусы естественным путем не размножаются, и для их разведения специалисты используют различные стимулирующие гипофизарные инъекции. На этом, в принципе, все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, задавайте свои вопросы в комментариях, присоединяйтесь в мою группу в Facebook. Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!